Добрый день! Традиционное пятничное видео. Не так давно Катя Гайдутс, основатель образовательного проекта Лаба, брала у меня интервью и задала мне вопрос, как я отношусь к фрилансу и, с моей точки зрения, зачем будущее, за фрилансом или за работой по найму. Я, конечно, ответила, что каждому выбирать, для каждого есть более подходящий формат, но в официальной табеле о рангах социальных классов фриланс, то есть отсутствие постоянной работы и проектной работы, находится чуть ниже, чем работа с фиксированной занятостью и с постоянной зарплатой. Как минимум, потому что, когда ты работаешь по найму, у тебя есть определенные гарантии. Когда ты работаешь проектно, когда ты работаешь как фрилансер, у тебя этих гарантий нет, все риски ты берешь на себя. Дискуссия о том, что такое новые социальные классы, идет постоянно, есть несколько моделей, они активно обсуждаются. Это раньше все было просто. Есть элита, есть пролетариат, есть безработные. Сейчас все сложнее. Мировой экономический форум не так давно опубликовал модель, предложенную профессором Лондонского университета Гайем Стендингом. В этой модели шесть классов. Это элита, это салариат, это профишенс, это старый рабочий класс, это прокариат и безработные. Так вот, те самые фрилансеры, о которых мы говорим, то есть люди без постоянного места работы, которые работают от проекта к проекту, это прикариат. А люди, которые находятся в найме, это салариат. Между ними есть три класса, там есть небольшие отклонения, но по большому счету мы говорим о разнице между прокариатом и салариатом. В мировой экономической науке очень неоднозначное отношение к прикариату, потому что считают, что это класс нестабильности. Гайем Стендинг выпустил книгу, которая называется «Новый опасный класс». Он делит весь прикариат, то есть всех людей без постоянного места работы, на три больших таких блока. Первый блок – это атависты. Это люди, которые живут на этих территориях давно, но не получают образования, не прикладывают усилий для того, чтобы вырасти по сравнению с собой или со своими родителями. Они все время отсылаются к предыдущему опыту и говорят, мои родители были без образования и нормально, я хочу прожить так же. Второе – это так называемые ностальгирующие, в основном это иммигранты, люди без постоянного места жительства, без такой привязки, которые не пускают глубоко корни, не заземляются в том числе профессионально, очень часто живут на пособия и перебиваются какой-то временной работой. И третья группа – это прогрессивы, это люди, которые получили образование, которые при этом не прикладывали большого количества усилий для того, чтобы во время образования начинать его практически применять, которые выходят из вузов с корочкой, с каким-то набором знаний, нерелевантных рынку труда и которые потом испытывают трудности для получения постоянного места работы, либо принимают осознанное решение не идти на постоянное место работы под влиянием идей о свободе, о поиске и т.д. и т.п. Вообще, это не просто новый класс, не просто новый, как говорится, опасный класс, это новый растущий класс. Например, в Штатах порядка 36% всего трудоспособного населения, согласно последним исследованием, это так называемый прикориат, то есть это работающие люди, но без постоянного места работы. А в абсолютных цифрах это 57 миллионов, и львиную долю этих 57 миллионов, 80% составляют люди до 40 лет. По сути, молодежь абсолютно осознанно идет в временную работу, в проектную работу, таким образом получая определенную мобильность, но при этом таким образом находясь все время в состоянии высоких рисков. Основная проблема прикориата – это отсутствие социальной гарантии, о чем идет речь. Это короткие контракты, это упрощенная процедура увольнения, это довольно часто заемный обезвлеченный труд, и прокориат, как правило, одна болезнь отделяет от статуса безработного. Когда таких людей 57 миллионов, даже для такой страны, как Штаты, то есть это такая бомба замедленного действия. Гай Стадинг в своей книге и в своем большом материале для международного экономического форума очень подробно описывает все риски, все минусы, все негативные последствия прокориата. И дальше он говорит, что по сути есть всего два пути для того, чтобы с этой проблемой бороться. Либо создавать какие-то сложные механизмы для вовлечения этих людей в нормальную трудовую активность, постоянную трудовую активность, постоянную занятость, либо инструменты безусловного дохода. Вот так выглядит ситуация в цивилизованном мире, эта проблема очень активно обсуждается в самых верхах, от Давоса до Бельбедерского клуба, и по большому счету это одна из причин такой популярности идеи безусловного дохода. В Украине ситуация немного другая, но, во-первых, у нас по большому счету сейчас рынок испытывает определенный дефицит в квалифицированных кадрах, рынок постоянного труда. И найти себе постоянную работу не так сложно. Я бы сказала несложно. Во-вторых, во многом вот эта система такого какого-то не очень прозрачного трудоустройства установилась в 90-е годах, и по большому счету для большой части украинской экономики была нормой. Поэтому мы в каком-то смысле к такому состоянию привыкли. Тем не менее экономическая наука и лучшие умы говорят о том, что безусловно в интересах страны важно двигать рынок труда от прикариата к салариату, и особенно молодежь. Что говорит экономическая наука и что говорят эксперты в рынках труда? Что в массе своей людям стоит стремиться выбираться из прикариата в салариат. Безусловно, есть исключения. Безусловно, есть люди, которые всегда останутся фрилансерами. Это их осознанный выбор и, по сути, это абсолютно комфортная для них форма трудовых отношений. Но львиная доля, она все-таки нуждается в определенных социальных гарантиях, и они возможны только при салариате. Пункт номер два – делайте накопление. Любая неопределенность намного более посильна, когда у вас есть подушка безопасности. Учитесь, учитесь все время, потому что один из основных вызовов прикариата заключается в том, что вы сами должны заниматься своим развитием для того, чтобы не выпасть из этого временного рынка труда, тогда как на постоянных работах очень часто существуют планы развития, какие-то траектории, где работника буквально ведут за руку. Будьте готовы к неожиданностям, а будьте готовы к тому, что ваш текущий контракт может быть закончен в любое время. Всегда держите на готове резюме и еще раз вернусь, и стремитесь плавно перемещаться в салариат. Следите за здоровьем, потому что для прикариата его здоровье – это, по сути, его гарантия дохода, и за внешним видом, потому что это важно для заключения контрактов, когда у тебя нет постоянного места работы, а ты все время производишь первое впечатление. Мировой экономический дискурс готовит нас к тому, что прикариата будет становиться все больше, а в России его уже порядка 20%. В Украине цифры просто ошеломляют. У нас есть двоекратные, троекратные росты от года к году фрилансеров и людей, которые работают проектно. Итак, это неизбежное будущее, по крайней мере, пока что это выглядит именно так. Но у нас есть счастливая возможность как можно дольше оставаться в состоянии салариата и при этом максимально готовить себя к переходу в другие качества.